Добрый день, уважаемые читатели и зрители, в эфире в Новгороде.ру. Дизайн-код по-новгородски. Армейские бытовки или красота, которая спасет древний город? В Великом Новгороде начали устанавливать торговые павильоны нового образца. Несмотря на то, что они соответствуют требованиям принятого дизайн-кода, у многих новгородцев возникли вопросы. Люди недоумевают, неужели это красиво. Да, темненько, это удобно, но не станем ли мы городом-портом, набитым контейнерами? И хотя до применения штрафных санкций еще далеко, все старые и привычные нам купавы, ларьки должны исчезнуть до 1 января 2024 года, бизнес понимает, деваться ему сегодня некуда. Предлагаю перевести полемику из интернет-плоскости в официальную дискуссию в СНИ. Для тех, кто не в теме и не понимает, откуда взялся этот дизайн-код, напомню. В рамках проведения форума «Городская среда» в сентябре 2019 года для Великого Новгорода был разработан дизайн-код. Это свод правил и рекомендаций по проектированию, которые влияют на комфортную городскую среду. Это некие стилистические решения для внешнего вида города, задуманные в едином стиле. Дизайн-код касается четырех направлений. Это рекламные информационные конструкции, вывески, нестационарные торговые объекты, павильоны и временные сезонные кафе на летний период. Требования дизайн-кода к нестационарным торговым объектам включают позиции, касающиеся внешнего вида, габаритов, параметров, а также расположения нестационарных торговых объектов. Тема довольно-таки непростая, спорная, и разобраться в ней мне сегодня помогает целый пул экспертов. Я их сейчас представлю. Это Дмитрий Койков, председатель Союза предпринимателей Новгородской области. Алексей Володин, индивидуальный предприниматель, эксперт в области вывесок и наружной рекламы. Алексей Лютиков, генеральный директор рекламной компании «Просто студия». Алексей Чурсинов, вице-спикер Новгородской областной думы и Николай Швабович, депутат Думы Великого Новгорода. Николай, предлагаю подключить ваш микрофон. Поделитесь своим мнением и как законотворца, и как неравнодушного жителя Великого Новгорода. Людмила, я хочу немножко отступить назад и сказать, что наша дума городская рассматривала этот вопрос. И вообще мы к созданию дизайн-кода относимся положительно. Ну, если это принятие решения правильное, постепенное и мудрое, скажем так, мы, как фракция «Справедливая Россия», голосовали против этого смены контейнеров, а как сейчас уже говорят наши новгородцы, называют их «травными ларьками». По-другому сказать нельзя. Значит, что получается по итогу? Опять мы, точнее не мы, а администрация, залезает в карман к предпринимателям, обязывая их тем самым сменить стиль, вложиться. Я вот сейчас на память не помню, но, по-моему, цена колеблется от 600 тысяч рублей до миллиона смена вот этого павильона, что тем самым повлечет унижение продукции. Значит, опять мы будем, так скажем, нагибать наших предпринимателей, тем самым постарают кто? Мы, новгородцы, те, кто любит нашу продукцию, такую как «Лактис», «Новгородхлеб», тоже «Трубичина», ну и многие другие маленькие предприятия, которые существуют в Новгороде. Что могу сказать? Это неправильно, это поспешно, и мы всячески, я лично против таких дел, против этих травмных ларьков. Что стоит отдельно отметить? Что на заседании Новгородской областной думы депутаты приняли закон, в котором предприниматели будут штрафоваться за нарушение дизайн-кода, значит, штраф на ИП 50 тысяч рублей, а на юрлицу – 100-500. Удержка бизнесу сейчас идет. В то время, когда государство и администрация области должна всячески идти на уступки и помощь нашим предпринимателям. Добавить нечего. Я вас услышала, Николай, спасибо большое вам за ваше мнение. Тогда не будем далеко уходить. У нас есть сегодня и гость из Новгородской областной думы, Алексей Борисович. Думаю, сначала ответим, а потом уже мои вопросы вам. В данном вопросе я бы, конечно, хотел бы начать с конца. В прошедшую среду Новгородская областная дума рассматривала законопроект о внесении изменений в административный кодекс правонарушений Новгородской области и, соответственно, внесла дополнительные, скажем так, статьи, которые предусматривают, в том числе, ответственность за нарушение дизайн-кода, предусматривают увеличение штрафных санкций. В процессе принятия данного законопроекта я, как руководитель проекции ЛДПР, высказывал мнение о том, что данные изменения в административный, не так, в областной закон об административных правонарушениях, если быть точнее, принимать нельзя, потому что, вот, скажем, до принятия данных изменений у нас существовала определенная вилка, которая предусматривала назначение наказания от минимума, скажем, до максимума, исходя из отношения виновного лица к совершенному им правонарушению, конкретным действиям этого виновного лица, наличие там смягчающих обстоятельств. А сейчас, получается, был принят областной закон, который подразумевает просто одну конкретную сумму штрафа, причем достаточно существенную для предпринимателей и юридических лиц. Причем, я думаю, что даже не все потянут с первого раза оплатить подобные штрафы. И все. То есть абсолютно, как же нам задекларировали, одинаковый подход ко всем. Но дело все в том, что последние 25 лет как раз судейское сообщество, правозащитники, просто бились за то, чтобы у нас не было одинакового подхода ко всем. Потому что все-таки один совершает данное правонарушение сознательно, другой данное правонарушение совершает несознательно, либо оно вытекает из другого правонарушения. То есть все люди разные, и подходы, соответственно, к назначению наказания должны быть разные. Причем именно судейское сообщество настаивало на дифференциации наказания, в том числе и административного. Понятно, что самый главный принцип, который мы можем увидеть, он отражен в Уголовном кодексе. Там как раз в Уголовном кодексе дифференцированный подход к назначению наказания. И стоит отметить, что при принятии данного законопроекта прокуратура высказала свое отрицательное мнение. И, на мой взгляд, стоит ожидать внесения очередного протеста на принятый областной закон. Ну, а если вдаваться в историю, то Новгородская областная дума уже имеет один областной закон, на который был внесен протест прокурора, и, соответственно, в суде прокурор выиграл. Я предлагал своим коллегам не повторять эту практику, но молчаливое большинство, повинуясь, так сказать, пожеланиям, единообразно, но безобразно, так сказать, пошло все строим на принятии. Я поняла, куда вы клоните. Давайте договоримся вот в этом вопросе так, что как только вы... Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Вы нас проинформируете, что касается штрафных санкций. Но это все-таки еще перспектива 2024 года. А горизонт хочется немножко... Подождите, не 2024 года, а это перспектива вообще-то 1 сентября этого года. Ну, а я хотел как раз сделать переход безобразно, но единообразно. И, на мой взгляд, вот если рассматривать дизайн-код, который на сегодняшний день принят, его можно охарактеризовать точно так же. Единообразно, но безобразно. Ну, это кошмар, какие-то серые ларьки. На улицу люди выходят, они должны получить хорошее настроение от того, что солнце там, зелень. Зимой получают удовольствие от того, что снег. И вдруг какие-то серые контейнеры, которые будут стоять на наших улицах. Мне даже показалось, что, на мой взгляд, вот чисто психологически, после установки подобного рода ларьков, атмосфера Новгорода скатится обратно в 90-е. Вы вспомните эту серость, это вот уродские ларьки, которые раньше там стали как раз в том числе сделаны из контейнеров. И мы возвращаемся туда-обратно. Мы, наоборот, должны заботиться, чтобы у людей было хорошее настроение, и они выходили с радостью на улицу. А так у меня складывается впечатление, даже не надо будет никакой локдаун вводить по коронавирусу. Люди и так останутся дома, потому что на улице будет сера, промозгло и сыра. Ну, как-то так. Я отрицательно отношусь к этому дизайн-коду. И даже при всем том, что я как бы не являюсь ни архитектором, ни художником, но я понимаю, что для нашего древнего города все-таки проект можно было разработать с какой-то изюминкой. А не просто... А не просто... А не просто вот у меня сложилось впечатление, что этот проект вот этого дизайн-кода сделал третий курсник-архитектор для того, чтобы защитить даже не дипломную работу, а просто курсовую. Ну, видимо, у этого третий курсника хорошее знакомство. Но это мое мнение, мое предположение. Алексей Борисович, пока не хочется вас отпускать, но коротко. Как считаете, вот если сейчас большое количество мнений накопится против этого дизайн-кода, еще можно повернуть спять, или уже сделать ничего нельзя вот с точки зрения закона? И далее мы перейдем уже к предпринимателям и их мнениям. Скажем, если вспомнить весну, когда выставлялась неудовлетворительная оценка деятельности мэра за прошедший год, мы увидели, что Дума, городская Дума, очень, так сказать, смело раскалывается на два лагеря, 15 против 15. С учетом, скажем, этого распределения голосов вполне возможно в городе что-то сделать. Шанс есть. Теперь самое главное, кто же схватит это политическое знамя и понесет его в массу? Кто успеет? Спасибо, Алексей Борисович. Алексей Лютиков с нами на связи. Алексей, вы тоже один из тех предпринимателей, который открыто высказался в соцсети. Алексей, поделитесь своим мнением, что думаете насчет этих универсальных павильонов. Добрый день, коллеги. Я тут нахожусь как предприниматель и как новгородец, который прожил в городе всю свою жизнь. Я помню 90-е, про которые говорил предыдущий человек. Помню телерки и так далее. То, что сейчас сделано, мне не нравится, потому что это некрасиво. Вчера я с коллегами тоже это обсуждал и видел дизайн-код города, сам документ. Его посмотрел. На самом деле нашел массу отличий от того, что показано на картинках, которые сейчас стоят в городе уже непосредственно, от того, что в этом документе нам показано. Соответственно, то, что там показано, оно, в принципе, куда ни шло. Если правильно это все поставить и оформить, то это будет смотреться неплохо. Единственное, что меня смутило в дизайн-коде, только сочетание цветов. Потому что цвета серый, коричневый, да, это слишком для нашего города, в котором и так солнечных дней мало. Еще такие контейнеры по всему городу. Это ужасающе. Поэтому у меня вопрос только один. Возможно ли этот дизайн-код как-то повлиять, чтобы его поменять? Возможно, ну, я бы еще хотел сказать, что для обсуждения этого дизайн-кода не привлекались эксперты, да, там, рекламщики в том числе, я не знаю, какие-то дизайнеры. То есть таких приглашений ни у меня, ни у коллег не было. И мне интересно, кто просто этот дизайн-код придумал и ввел. И второй момент, который я хотел бы сказать, что я все-таки ожидал в дизайн-коде города что-то новгородское, да, чтобы какие-то элементы были с нашего города. Их нет. Просто поставить контейнеры, мне кажется, это глупо. Это мое отношение к этому. По контейнерам еще хочется сказать один момент, почему они так выглядят. То есть предприниматель хочет соответствовать дизайн-кодам эту торговую точку сделать, но так как у него не очень много денег, да, он, соответственно, экономит на материалах. Чтобы эту торговую точку сделать. То есть, в принципе, если посмотреть на нее, она может быть в дизайн-код и входит нормально, по всем требованиям она выполнена. Но те материалы, которые использованы в этой точке, они оставляют желать лучшего. Да, это непонятный профильный лист и так далее. То есть у нас во дворе места для мусора выделяются такими панелями, а не торговые точки. Поэтому хочется, чтобы эти торговые точки были немножко другие. Негативное отношение к этому хочется поменять. Но я так думаю, что это уже поздно делать, так как уже законы все приняты. Очень странно, что при принятии законов, в том числе и в Думе, не приглашались рекламщики, дизайнеры и так далее, и экспертная оценка не осуществлялась. Вот это печально. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, конечно, предприниматель, которая уже начала установку павильонов нового образца, сказала, что это очень практично, они рельефные, надписи там не сделать и мыть надо реже. Конечно, может быть, это здорово, но мне кажется, она не подумала, что если вдруг климат действительно так меняется кардинально, как сейчас это происходит на планете, и нас ждет не одно такое лето, как лето 2021 года, «Ой, я не завидую тем сотрудникам, которые будут находиться там, но и клиенты, которые вряд ли захотят туда идти». Ну, опять же, это наше мнение, поживем-увидим. Алексей Борисович, ну и слово, собственно, в заключении к вам. Что сделать новгородским предпринимателям, как видим, вот их немного в нашем эфире, но у всех одно мнение, их не спрашивали. Что им можно сейчас сделать и как в дальнейшем взаимодействовать с областной думой, которая, собственно говоря, вот избирается, новый состав «Не за горами, узнаем в сентябре». Как наладить вот это взаимодействие? Через кого? Как это делать? На самом деле у всех предпринимателей и юридических лиц, скажем так, действующих на территории области, всегда есть возможность обратиться к депутатам, например, к областным. Но в данном случае то, что касается дизайн-кода, наверное, все-таки стоит отработать с городскими депутатами, потому что именно городские депутаты прежде всего могут выйти законодательной инициативой на уровень Думы Великого Новгорода по изменению дизайн-кода. То, что касается, что не привлекалось предпринимательское сообщество или рекламщики к разработке дизайн-кода. Почему? Они, может быть, и привлекались какие-то узкоспециализированные, проправительственные. Вот все взаимодействие, на мой взгляд, должно проходить именно в рамках подготовки законопроекта, потому что депутаты уже потом, впоследствии, они уже голосуют по тому, что есть. То есть, вот им предложили такой вид, они уже смотрят, подходит, не подходит. Видимо, в процессе голосования, ну, посчитали, все-таки одно дело увидеть серый контейнер рядом со своим домом, а другое дело видеть серый контейнер на рисунке, на бумаге, как бы разные вещи. И как раз, в принципе, можно рассмотреть такой вариант. Вот сейчас уже эти ларьки устанавливаются по тому, как они выглядят. Может быть, как раз, опять-таки, предпринимательское сообщество выйдет с предложением к любому из городских депутатов, который понравится им, или которого они знают, или который считает, что он сможет действительно правильно оформить необходимые документы для внесения законодательной инициативы. Они могут обратиться к любому. Но уже из практики. Вот посмотрите, как это плохо выглядит здесь. Посмотрите, как это плохо выглядит здесь. То есть, для того, чтобы уже была дополнительная аргументация, чтобы, когда Дума Великого Новгорода рассматривала, уже каждый депутат смог бы сказать, да, слушайте, вот очень плохо смотрится этот дизайн-код, давайте что-то изменим. А пока для каждого из городских депутатов этот дизайн-код, скажем, носит более такой виртуальный характер. И даже вот то, что мы сейчас с вами разговариваем и спорим, мы высказываем свое личное отношение к тому, что мы видим. Понимаете? Поэтому стали устанавливаться ларьки, предпринимательское сообщество обращается, так сказать, подготавливаются документы, вносятся, рассматриваются. Схема очень простая. Депутаты все доступны. Поэтому welcome. Дмитрий, давайте поговорим с вами. Вы являетесь руководителем Союза предпринимателей, председателем Союза предпринимателей Новгородской области. Какие мнения есть у членов Союза? Ну и, собственно, вашим мнением поделитесь. Добрый день, уважаемые слушатели. Собственно говоря, я скажу кратко по этому поводу. Этот дизайн-код, он внедряется не только в Великом Новгороде, но и по всему Северо-Западу. При этом внедрении не учитывается местная специфика, я считаю, наш климат не учитывается. То, что предложены вот эти серые ларьки, мягко говоря, для нашего климата они не подходят. Почему? Потому что у нас световой день короткий, мы это от Союза предпринимателей заявляли, и у нас должно быть дана более яркие, чтобы жители, когда ходили, они от серых вот этих будней, ну как отдыхали. Вот это вот самый главный посыл. Я тоже общался и по Северо-Западу со специалистами, где внедряется. Они все хором говорят о том, что внедрение дизайн-кода необходимо было делать с учетом именно местной специфики, чтобы не было такого, что из Москвы этот код весь одинаковый для каждой территории. Это, так сказать, неверная позиция. Но, с другой стороны, сам дизайн-код мы не утверждаем, что его вводить не надо. Порядок, естественно, нужен. Также и нужен переходный период. Кстати, в нашем регионе такой некий плюс. У нас переходный период как бы такой немаленький, так скажем. Например, в Абскове там сейчас это уже практически вступило, и много недовольных предпринимателей. Это вот такая вот позиция. Надо было привлекать местные архитектурные сообщества, архитекторов. Потому что даже и москвичи невозможно выехать в каждый город и погрузиться в эту атмосферу. Ну, то есть, наверное, вот так. В нашем случае я бы еще историков привлекал к этому моменту. То есть, это такой, на самом деле, не совсем быстрый способ внедрения. То есть, я думаю, что, может быть, это сделано первая, так скажем, ласточка, чтобы начать, может, как-то потом видоизменять дизайн-код. Но это я надеюсь. Вот это, наверное, вкратце про дизайн-код. Вот. Можно поговорить еще про административную ответственность. Это очень важно, потому что, как говорится, в стране у нас очень строгие законы, но это компенсируется необязательностью исполнения. Вот что здесь? Готов ли бизнес нести ответственность материальную за исполнение и неисполнение таких решений? В любом случае, мы подчиняемся законам Российской Федерации. Бизнес, он несет ответственность в определенном плане. Я бы хотел говорить о размере этой ответственности. У нас сделано до 500 тысяч рублей ответственность. Я считаю, это недопустимо для малого бизнеса. В сравнении с тем же Санкт-Петербургом, там до 100 тысяч рублей. Псков до 100 тысяч рублей на юрлиц штрафа. Понятно, что бизнес в такой ситуации, особенно у такого бизнеса, у которого много магазинов, а предупреждение, оно действует один раз. То есть, второе правонарушение в течение года, ты уже попадаешь на штраф. Вот. Поэтому я считаю, что в 500 тысяч рублей это как-то очень странновато, мягко говоря. Я думаю, что мы, наверное, будем писать письмо с просьбой о каком-то уменьшении, да, наверное. Я считаю, что и 100 тысяч рублей для предпринимателя, оно существенно. И нарушений, я не думаю, что люди будут нарушать. И вот эти суммы, по крайней мере, если человек там оступился, то это не... Его бизнес, ну, хотя бы будет на плаву, да, когда вы представляете, что 100 тысяч рублей штраф. А такие штрафы, ну, и, собственно говоря, штрафы мы принимаем осенью, они возможны, они реальны. То есть, у меня такое мнение. Спасибо большое, Дмитрий. Хочу предоставить слово Алексею Володину. Алексей, подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Вы тоже являетесь предпринимателем, имеете отношение и к городским вывескам, тоже знаете на себе, что меняется облик города в этом ключе. Но вот все-таки об этих киосках, ваше мнение, придем ли мы к единому знаменателю и будет ли он украшать наш Великий Новгород? Всех приветствую. На самом деле, этот вопрос, он стал острый в последние дни. Как мы узнали о административной ответственности, о которой говорил Дмитрий, мы в предпринимательской среде активно стали обсуждать, также с коллегами своими, да, кто занимается бизнесом. Конечно, дизайн-код сам необходим и изменения необходимы. Кто этого не отрицает, ну, по крайней мере, моих знакомых. Но вопрос павильонов, лайфхо, который предлагается, он все-таки, мне кажется, не учитывает интересы предпринимателей и не учитывает интересы гаража. Потому что это ведь всего лишь мнение, там, дизайн-студий, какого-то проектного бюро, которое разрабатывает данные павильоны, да. Но мое мнение, что такие вещи, они должны выноситься на общественные слушания, чтобы люди тоже могли участвовать в этом. Потому что есть примеры районов, допустим, район Ивушкин, новый район, который активно развивается, строится. Но все вот эти павильоны, лайки, там выглядят совершенно разношерстно. Я бы там, ну, мое мнение, большинство из них просто бы заменил на другие. То есть должен быть единый стиль, и тогда, может быть, это будет уже смотреться как-то более красиво для глаза жителей. Ну, и предприниматели могут в таких форматах тоже найти свои плюсы. Потому как, когда мы видим опрятный павильон, в него хочется зайти, ну, хочется там приобрести какой-то продукт или услугу. И, конечно, для предпринимателя это тоже, надеюсь, будет открытым. Вот. Мне кажется, что важно учитывать интересы граждан. Я подозреваю, почему так поступили. Мне кажется, новгородцы, да, испокон веков привыкшие решать все как-то сообща, да, недаром у нас вечер проходила, просто бы затянулся этот процесс очень на большой период времени, и вот решили нам дать готовое решение. Но опять же, ведь все, что спускается сверху, как правило, вызывает вот отторжение, да, и прочие реакции. Вот вы бы что предложили? Понятно, что от вида киосков в 90-х нужно давно уйти. Город современный, город развивается и отстраивается. Вот вы бы как видите эту ситуацию? Что это могло бы быть? Действительно, они все должны быть одинаковые, все вот под одну гребенку, одного цвета, одной формы. Только, может быть, размер чуть больше, кому-то поменьше нужны эти киоски. Мы в прошлом году осенью собирали предпринимателей, которые говорили о том, что не только внешне, да, как-то вызывает сомнение вот это решение. Но и объемы кому-то, вот, например, под торговлю бы не хватило. Вот вы каким видите решение этого вопроса, если все-таки вернемся к общественным обсуждениям? Потому что я думаю, волна недовольства, она вылится из интернет-плоскости, наверное, все-таки вот в обращение в реальные какие-то, в администрацию города, в правительство региона. Да, я понимаю, что вопрос вообще, в принципе, формата самих павильонов, он очень важен. Вот, и здесь надо исходить, наверное, от того, на каком месте расположены эти павильоны. Говорили про то, что есть зоны, да, в которые будут установлены определенные, так скажем, условия более мягкие или более жесткие. Вот, конечно, я бы не взял все павильоны под одну гребенку, в одном стиле, наверное, это, может быть, тоже выглядело не очень хорошо. Вот надо учитывать, наверное, каждый вариант и согласно зонам. Допустим, в исторической части города там должно быть все жестко. Ну, то есть там должно быть, во-первых, не должно быть нагромождение этих павильонов, они должны вписываться в первую очередь в тот исторический облик, который существует, вот, и, наверное, они не должны быть какими-то огромными, которые будут на себя слишком обращать много внимания. А если мы берем какие-то районы спальные, вот там можно сделать какую-то комплексную застройку павильонов, когда павильон имеет общий стиль, и в одном павильоне располагается несколько торговых точек. То есть это не разношерстные ларьки, а какая-то, ну, грубо говоря, такой большой павильон, в который, ну, во-первых, хочется зайти покупатель, потому что он видит серьезные, серьезные конструкции, которая мало того, что является не просто каким-то ларьком, а является почти таким, ну, магазином. Если там еще солидная вывеска на нем висит, да, то и вывески в едином стиле, да, то это будет хорошо выглядеть. Что касается тех мест, которые уже существуют, вот на одном из заседаний губернатор говорил о том, что некоторые павильоны все-таки стоит сохранить, потому что они уже имеют определенный там хороший вид, да, то тут, конечно, надо подходить индивидуально, очень индивидуально к тому, что сейчас существует. Но мое мнение, уходить надо от этих мобильных конструкций, от купавы, от того, что там существует на колесах, да, какие-то павильоны, которые обшиваются поликарбонатом, да, которые используются и потом как-то пытаются оклеить его пленкой. Такого, конечно, быть не должно. Вот, я думаю, что еще один момент, который стоит обратить внимание, это на опыт городов, в которых уже произошли эти изменения. Возможно, там что-то стоит подчеркнуть. Но и главный вывод, это все-таки должны быть форматы. Вот, если мы будем придерживаться форматов, да, их должно быть несколько, то, мне кажется, это будет наиболее безболезненный вариант. То есть нельзя сделать все одинаковое, но и формат надо тоже жестко ограничить, чтобы их было несколько, и они были ограничены. Вот такое мнение. Вам большое спасибо и до новых встреч в эфире. Спасибо.